Когда стреляли рядышком, мы уже знали, что нас на зимцевой балке стреляют, ага, это наши. Хоть и громко, но это к нам не летит, спим ночью, если что. Самолеты пошли. Это с грибами, это с творогом. А это пустые. Каш, тебе дай тарелочку. В тот момент самолеты еще, здесь у нас жилые кварталы не бомбили, они бомбили, впереди боевые эти все позиции. Поэтому тоже нормально, все, услышали, ага, типа стреляли, типа бомбили, тишина, все, спим дальше. То есть когда уже сценарий, уже как бы мы к нему привыкли, уже даже не реагировали особо на это все. Но теперь дошло и до нас за это время пока. Хотя там никакой не инфраструктуры, ничего, у нас абсолютно такой спальный райончик, в общем-то старенький, по большому счету, пятиэтажки, хрущевки вот эти. То есть там никаких нет абсолютно объектов, которые стоило бы, скажем так, уничтожать. Вот, сейчас говорят, бои в порту идут, ну порт это, ну приличное расстояние от нас, промахнуться, скажем так, порт и Кронштадтская, это невозможно. Вот, и Азовсталь, это тоже, левый берег тоже далеко. То есть это просто вот целенаправленно таким вот образом. Когда в струнке вода закончилась, ходили электроничку набирать, но один день, говорят, ходили люди набирали, снайпер какой-то, шли два человека, пришел один. Вот потом думаешь, идти туда или набирать, или не идти, потом смотришь, люди идут, несут, вода есть, есть, стреляют, нет, ну пошли опять. Вода нужна, огонь нужен, хотя бы чай попить. Это уже модифицированный костер, то есть здесь уже сделали кирпичи. Вот так, дальше уже у нас практически целый день в подъезде горел, у подъезда горел костер. День-два они звонили, потом мне дозванивается папа, или, по-моему, ты голосовое мне записал. Катюха, мы живы, все нормально, газа нет, света нет, воды нет, готовим на кострах, все классно. Вместе все подъездом дружим, бухаем в подъезде, делимся новостями, друг другу помогаем. Такой, я тут в панике, что они там, как они такие, все классно, готовим всем подъездом, дружим там, типа дети тусуются. А взрывы не пугались бы? Только если близко. Ну, так, не пугали. Падания были, вот, готовим, допустим, на улице, на костре. Оно лифт свистит, понимаешь, где-то сейчас будет прилет, где-то сейчас взорвется. Когда прям чувствовали свистка, еще заскакивали в подъезд. И первый из таких вот прилетов, это через дорогу, там, наискось дом, трое ремонтировали дверь вот там в подъезде. И был прилет, получилось, на второй этаж над подъездом попал снаряд, естественно, козырек этот, в общем, ну, и все, трое сразу погибли. Это вот из таких вот, которые близко было, ну, как бы, где это, вот, рядышком было. Вот это вот. И потом не знали, как похоронить, то есть, ну, в итоге они были, как бы, скажем так, первые, их еще похоронили в парке, там, и то, сантиметров 70, потому что больше земля не прокапывалась, она была, мёрзла. Это что тут у вас, ребята, конфеты? И вот еще лох, а здесь вот еще. Приходит вот рюкзак, там, это, все эти сумки, говорят, ну, приходите, принимайте от мародера. И вот в тот момент вот настолько вот было как-то неприятно, ну, ну, не наше это, скажем так, да, это же отношение к этому все. Ну, я в этот магазин Натали взял разных игрушек, которые так тоже, люди гребли, давили, вот, разной коробки, принес домой, говорю, Леша, выбирай, что тебе надо. Ну, не сильно там выбирал, как бы, к игрушкам, как бы, у нас свои игрушки были, вот, ну, и большинство игрушек я сложил в рюкзак, понес в 26-ю школу. Там пришел, люди кинулись, что это, говорю, ну, это магазин Натали вскрыли, говорю, берите бесплатно, кому что надо, или играйтесь, делитесь, как бы, потому что, а на следующий день буквально то ли был прилет, то ли кто-то поджег, оно все сгорело, просто-напросто. То есть, если люди забрали, хоть оно чуть на пользу пошло, а так бы все сгорело и все. Ну, единственное было, немножко, чуть-чуть напугался от неожиданности, когда собирались ехать. Мама сказала, что ехать, я был удивлен очень сильно и немножко нервничала, потому что так, и говорили еще быстро собираться, ну, так вот. Ну, а то ничего такого, в принципе, ну, по крайней мере, у нас, ну, ничего такого. А когда выезжали, уже была оккупированная полностью, да? Ну, как, она с тех пор считается полностью неоккупированной. То есть, еще есть, я же говорю, участки, где есть украинские военные, то есть, есть Азов, есть морская пехота, вот они как бы соединились, сейчас они были в разных местах, вот, в окружении, сейчас они соединились вместе, там, вазов стали, где-то, вот, где-то там туннели подземные, где-то там, причем там, кроме них еще и жители, мирные жители тоже прячутся. Вот, ну, остальная часть, в общем-то, оккупирована, да, там они же уже свою сеть, вот, тянут мобильную, вот, ДНРовскую, вот, ну, гуманитарку привозят, вот, некоторые говорят, спасибо, спасите, что вы нас кусок хлеба дали. Больше всего из этого всего сулинар то-то-то взяла, тряпки, да, все мелочи, там, новые ботинки, пальто. Самое ценное, что там осталось, это вот диски, видео, ну, семейные архивы, фото, короче. Жалко. Думаете, поехать забрать когда-то семейные фотографии? Ну, если не загорит. Возвращаться смысл есть только в том случае, если там будет Украина, и постепенно это будет восстанавливаться. То есть, если там не отобьют, то нет. Куда дальше, не знаю. Ну, туда точно нет. И в данный момент сейчас, даже если у Украины там же ничего нет. То есть, там это надо время, чтобы хотя бы минимальные условия для жизни какие-то были. То есть, коммуникации, все это, ничего, ничего просто нет. Продолжение следует...